Каждый конкурс мы стараемся делать с разными участниками рынка. То есть первый конкурс мы делали с Финамом, второй мы делали с Freedom Finance и как раз вот третий сделали с открытия в руки. Давайте представлюсь правильно. Меня зовут Иван Шлыкин, главный редактор FinancialOne. Промах.ру, как раз того журнала, который, собственно, конкурс эти и делает. Вот как раз наш рулап, на котором вкратце о нас написано. Я скажу, из чего наше мероприятие будет состоять. Это будет три выступления. Сначала выступит глава Санкт-Петербургской биржи Евгений Сердюков, а потом будет два выступления как раз уже экспертов по рынку. Но имеется в виду экспертов в плане аналитических информаций. Это тоже от Санкт-Петербургской биржи представители и открытие в руки. Потом будет у нас церемония награждения. А после церемонии награждения у нас состоится как раз возможность пообщаться и тоже будут напитки, еда, то есть можно будет обсудить полученную информацию. И еще важный момент. После выступлений, категорически приветствуюсь задавать вопросы. За лучшие вопросы мы тоже вкручиваем призы, которые будут как раз на этом мероприятии. Есть такая возможность получить. Первым выступающим у нас Евгений Сердюков. Приглашаем. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Сердюков. Я являюсь руководителем Санкт-Петербургской биржи. Прежде чем сказать пару слов, в том числе благодарности вам за то, что вы сегодня вместе с нами, я бы хотел все-таки пригласить сюда на сцену к микрофону человека, который более достоин, чем я, открыть это мероприятие, Антон Григорьевич Гавриленко, благодаря которому, собственно, и возникла Санкт-Петербургская биржа какое-то время назад. Антон Григорьевич. Антон Григорьевич, давайте вы пару слов, а потом я уже расскажу, как у нас все здорово. Ну, пару слов, значит, на самом деле, последние полгода биржа реально добивается каждодневных успехов. Вот недавно, там, чуть ли не каждый день подключается по 20 тысяч клиентов. Вот для нас это, в общем, круто, для нас это здорово, интересно. Обороты биржи достигали, там, до 170, до 180, по-моему, в день миллионов долларов. Вот, к сожалению, Ром мне сказал, что это вот много, а сегодня мы с ним разговариваем. Он говорит, ну, наверное, норма будет вот пока ближайшие там 2-3 месяца, это 120 миллионов долларов в день, чем меня сильно расстроило. Но, так или иначе, Совет директоров старается держать биржу в тонусе. Насколько я понял, все-таки есть на сегодняшний день почти жесткая договоренность о том, что к марту мы переходим черту, точку самоокупаемости, и биржа уже будет безубыточна полностью. Это уже очень круто, ждали мы это последние 4 года, наконец-то дождались, я надеюсь, дождемся. Вот, как только это будет, следите за курсом акций, все это должно бешено расти. Если кто-то в свое время, я помню, не верил в РТС, срочный рынок, да, вот, кроме... Я просто помню, когда мы этот рынок строили, и, так сказать, собрались все участники этого рынка, в том числе Открытие, там, Финам и все остальные, они все проанализировали, конечно, и сказали, что нет смысла вкладываться в эти акции. После этого ровно через 5 лет акции подорожали в 100 раз, вот, и так далее, и так далее. Я вас ни в коем случае не уговариваю, так сказать, покупать эти акции, я просто рассказываю о том, что реально сегодня происходит. Значит, мне хотелось бы несколько слов сказать о Фомаге, значит, буквально, там, месяц назад у нас посещаемость Фомага достигла до 200 тысяч, да? Да. Вот, месяц, это уже круто, тоже, значит, но это исключительно благодаря вам, потому что вы интересуетесь этими событиями, и было бы очень правильно, если бы участие Ивана Шлыгина, как главного редактора, атаковали своими просьбами, предложениями и своим личным участием. Очень жалко, Вань, что тебя не знают в лицо, вот, было бы правильно, ты свою физиономию прямо на Фомаге повесил, и чтобы сказали, что вот я за это отвечаю, и я вот за все ошибочки и так далее, вот я первый, да? Поэтому все, что вам охота видеть про финансовый рынок в журнале Фомаг, вы говорите, просто говорите. Мы заинтересованы в том, чтобы вы получали полную информацию от этого журнала, во-первых, и во-вторых, чтобы вы реально через знания, полученные на этом журнале, более грамотно, более активно участвовали, так сказать, в торговле. Это нам всем интересно. Мы все-таки опять отложили из-за нашего уважаемого Тинькофф-банка, отложили запуск нашего Кунг-Конга, да? Правильно я понимаю? Значит, Кунг-Конг поэтому будет где-то через феврале, вот, как мне объяснили сегодня, в феврале. Но это не значит, что мы сейчас плотно работаем с Белоруссией, с Арменией, турки уже, как биржа уже подключилась. В общем, по крайней мере, я очень хочу, чтобы вот эта биржевая площадка, она не была только вот иностранным агентом там, да? Чтобы на нас там не говорили, вот вы америкосы, покупайте только Apple, и вот вы плохие люди. Нет, мы хорошие люди, да, но и поэтому мы готовы покупать все, что растет в стоимости, все, что увеличиваешься. На чем люди, которые покупают и работают на этой бирже, могли бы заработать деньги? Вот мы ровно за эту позицию выступаем. Поэтому я очень надеюсь, очень жалко, что здесь нас мало, но я считаю, что здесь сидят будущие миллионеры. Это нормально, да, много миллионеров не бывает, да, вот, поэтому давайте, задавайте любые вопросы. Вот Женя, Иван, и вот наши аналитики, они крутые ребята, они все-все про все знают, поэтому спрашивайте, они на все вопросы ответят. А если ко мне какие-то будут, ради бога, я всегда с вами. Спасибо. Спасибо вам, Доргий Гордж. Когда-то Доргий Гордж называли папой срочного рынка, потому что он когда-то вместе с нами создавал срочный рынок России. И вот на сегодняшний день, мне кажется, его можно уж спокойно называть папой рынка иностранных ценных бумаг на России. Коллеги, я займу у вас буквально 5-10 минут, просто расскажу о том, что у нас сейчас происходит на Санкт-Петербургской бирже, какие новые инструменты или какие действующие инструменты есть. Как Анатолий Гордж заметил, правильно заметил, мы пару недель назад отметили 5-летний юбилей рынка иностранных ценных бумаг, который развивается на Санкт-Петербургской бирже. Ну и на сегодняшний день рынок уже приобрел очень приличные масштабы. Мне уже совсем не стыдно говорить за цифрой. Сегодня на Санкт-Петербургской бирже зарегистрировано около 2,5 миллионов клиентских счетов. И вот правильно замечено, ежедневно мы видим прирост клиентов плюс 5, плюс 10, плюс 15 тысяч. Последние дни за уикенд, за последние субботы-воскресенья было зарегистрировано около 150 тысяч клиентов. То есть идет такой бурный рост рынка. Сегодня в Таркан доступны около 1300 акций-эмитентов из различных стран. Это и Соединенные Штаты, и Корея, Китай, Индия. И действительно мы в ближайшее время существенно расширяем линейку инструментов. Станут доступны для инвестиций инструменты из Гонконга. И существенно расширим линейку европейских бумаг. Конечно, при выборе инструментов мы делаем акцент на доходность инструментов, на интересность инструментов. Все делаем для того, чтобы выбираем вместе с брокерами инструменты так, чтобы они были наиболее интересными для инвестиций. Ну и это так просто слайд, показывающий, что действительно рынок очень активно развивается. На сегодняшний день оборот торгов составляет порядка 130-140 миллионов долларов денег. То есть цифры вполне себе приличные. И пару слов я скажу о наших планах. Несколько недель назад мы стартовали торги на Санкт-Петербургской бирже. Стартовали торги евробандами эмитентов из различных стран. Антон Григорьевич уже сказал, что есть евробанды Белоруссии, турецких эмитентов, Тунис, Латинская Америка. Опять же инструментарий подбирается нашими участниками рынка так, чтобы это были евробанды надежных эмитентов, в том числе с составками, которые интересны для инвесторов. В феврале мы стартуем торги бумагами гонконгских эмитентов. И, как я уже сказал, будем расширять спектр эмитентов из Европы. И постепенно также добавляем и американские бумаги, но список американских бумаг самые интересные. Они уже в торгах и для нас уже сейчас является трудностью выбирать наиболее интересные для торгов. Ну и сейчас два эксперта, один руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов, известный всем, другой представитель открытия, расскажет вам интересные истории аналитические оба инструмента. Да, для того, чтобы мы могли допустить к торгам акции иностранных компаний, пять лет назад по нашей просьбе Центральный банк поменял законодательство, внес поправки в закон о рынке ценных бумаг, которые облегчили как раз листинг иностранных ценных бумаг. И в том числе для эмитентов, для иностранных эмитентов облегчили их работу, связанную с листингом на российской бирже. И по этому закону при листинге иностранной ценной бумаги мы обязаны информировать эмитента, и мы это делаем в рамках возможного, информировать эмитентов о том, что их ценная бумага присутствует в торгах на Санкт-Петербургской бирже. То есть, заявок от эмитента на листинг? Да, заявок, конечно, трудно претендовать на то, что эмитент Apple будет подавать заявление в Россию на листинг его акций. Спасибо за вопрос. Да, конечно. У меня вопрос и предложение. Вопрос такой. Корпоративных много проходит по американским бумагам всяких действий. Соответственно, появляются хвосты по бумагам. Соответственно, насколько я торгую еще в Америке, там принципиально подходит, что как только бумага зачисляется, хвосты автоматически сразу продаются в рынок. Самим бирже или брокером. То есть, ты получаешь чистую бумагу. Чистую бумагу, может быть. Но сейчас, наоборот, в Америке идет такая тема, что, наоборот, они позволяют покупать дробные акции. Я не знаю, зачем это. По какому пути вы собираетесь идти? У нас так дробные будут висеть? Нет. Дело в том, что к нам обратились уже большое количество брокеров с просьбой выкупить дроби у инвесторов. Мы это, конечно, сделаем. Дело в том, что технология выкупа дробей есть. Мы ее представили брокером. Но сейчас наша команда была занята переводом функций расчетного депозитария из одного депозитария в другой. Вот мы это все сделали. И в ближайшие 3-4 месяца все дроби мы предложим инвесторам продать. По рыночной цене, по текущей цене самого целого инструмента. И второе, это как предложение. Ну, извините. Но при этом есть еще заявка от брокеров дробить большие бумаги. Да, заявка такая есть. И мы сейчас продумываем механизм, как можно раздробить дорогую бумагу, так, чтобы ей можно было легче торговать ее частью. И второе, это я не знаю, предложение или что-то. У вас довольно сложный механизм вот этих две ликвидности. Плюс то, что вы делаете в стакане, тоже не совсем стандартно. И это не совсем стандартно для тех, кто работает. А вы сейчас подключаете ИИСы. Туда приходят люди, которые вообще слабо себе представляют, что такое... Брокер подключает ИИСы. Брокер, да, извиня. Но вы же с брокером работаете. Я просто сижу на форуме, и много негативного момента, оно же идет против биржи. Приходится писать целые посты по поводу вот того, почему человек поставил бит, а бит этот скачет из оффера в бит, и сделка не происходит. Вот начинаешь вам писать, ну, нужно же какую-то тогда придумать, не знаю, памятку, еще что-то. То есть более это разъяснять людям, если вы внесли такие новшества в торговлю. Согласен. Принимается. Мы думаем, мы действительно думаем над этим. Просто люди все время приведут, что их обманывают. Да, понятно. Мы как раз сделали технологию максимально честной, как нам кажется, для инвестора. То есть мы честно проверяем на момент выставления заявки, где лучше цена, и туда ее отправляем, либо во внутреннюю ликвидность, либо во внешнюю. Но как только она туда встала, заявка, вот с ней уже ничего не происходит. Она уже стоит либо здесь, либо там. Да, и вот в эти моменты инвестор начинает говорить, что, блин, почему у меня не было сделки, хотя вот в другом месте она была. Эту проблему мы знаем. Сейчас вот мы поставили... Она была у вас была. Ну, как бы, да, она была у нас, но... Она была у вас, но сделка не прошла. Да, она была у нас, но вот в одной из ликвидностей, во внутренней или во внешней ликвидности американской биржи. Но это не просто. Понимаем проблему. Не просто ее решать. Но одной памяткой тут не обойтись. Ну, я согласен, что, ну, как минимум, какое-то разъяснение можно сделать. Спасибо. Подскажите, маржинал какую? Маржиналку в зависимости от того, клиент чего у брокера. Открытие прямо сейчас делает маржиналку. Открытие прямо сейчас делает маржиналку. Вот они дали ИС, только что. Все эти все. Да, мы-то сами предоставляем все возможности брокеру. Брокер должен технологию свою заточить. Я думаю, в течение одного-двух месяцев будет. В открытии. Можно такой вопрос? Вот вы сказали, вы индийский импетент предлагаете купить некое. Да, та-та. Сколько будет стоить, но для меня, допустим, если я хочу купить условного индийского импетента, которого у вас нет, добавите его раз. Во-вторых, как это будет идти? Добавить... Ставить предложение в рублях на 100 миллионов рублей хочется продать. Я на Санкт-Петербургской хочу купить, ну, грубо говоря, на 30 миллионов. Ну, понятно. То есть пройдет ли моя сделка мгновенно или не пройдет? И как вы вообще с этим? Прямо сейчас у нас есть индийских несколько импетентов, которые торгуют в том числе не в Индии самой, а на иностранных площадках. Если есть действительно большой интерес к индийской бирже... Я условно сказал. Да, условно, индийская биржа. То мы можем проработать, но на это нам нужно несколько месяцев, вот как с Гонконгом. Мы брали паузу, потому что нам нужно изучить, как устроена та биржа для того, чтобы дать не только внутреннюю ликвидность, но и внешнюю, вот ту настоящую, оригинальную. Ну, а дальше, как только мы стартуем торги вот гонконгомскими импетентами, дальше добавлять их не очень сложно. Ну, все-таки технически заявка пройдет у меня, условно, на 30 миллионов, если на зарубежной площадке это импетентство на 100. Да, пройдет, конечно. А тогда зачем, ну, как вообще, ну, простой вопрос, зачем мне покупать через вас, если я могу напрямую купить? Исключительно следующее, что у нас торгуют все мелкими лотами, и, ну, мелким лотом у нас, во-первых, дешевле, а во-вторых, периодически для совсем мелкого лота у нас даже ликвидность лучше. Но если крупный лот, вы выставляете у нас, а мы ее все равно от имени клинингового центра отправим туда, на оригинальную площадку, потому что, если ликвидности у нас здесь нет, то ее точно нужно будет ретранслировать туда. Коллеги, ну, спасибо за классные вопросы. Можно я еще? Да. Слушайте, во-первых, спасибо за вопросы раз, во-вторых, давайте так, у нас есть комитет пользователей, туда входят, ну, в основном, представители тех компаний брокерских, которые, вот, тихо, спокойно, да, работают на бирже, да. Но, я вот неоднократно говорил, вот, вполне возможно, если у вас какие-то, есть желание, например, там, создать какой-то, ну, просто клиентский, там, совет или еще чего-нибудь, да, потому что мне не нравится, когда на форуме много негатива, там, о бирже и так далее. Ребята, если есть негатив, давайте, не дожидайтесь вот этих презентаций, да, давайте каким-то образом, ну, я не знаю, на фамаг пишите, мне лично пишите, как угодно, да, потому что, вот, совет директоров, как до него, тоже не все доходит. Поэтому, а очень бы хотелось, вот, купировать всякие ваши, так сказать, недовольства, вот, на корню и не ждать, там, трех-четырех месяцев, когда что-то исправится. Поэтому, есть, если есть желание, там, индивидуальных пользователей этой биржи, так сказать, организоваться рядом, вот, с уважаемой биржей и так далее, ради бога, давайте объединитесь, с удовольствием будем выслушать ваши предложения, с удовольствием приглашать на все мероприятия и так далее, и так далее. Придумайте, что хотите, да, потому что, на самом деле, это биржа и для компаний брокерских, но, в первую очередь, для вас, как клиентов. Ну, да, ну, конечным, все равно, конечным пользователем являетесь вы, а не брокер, и не вы, тем более. Ваше мнение, важно. Можно еще маленькое предложение? Ну, вы добавили американский, там, индийский компаний, наверняка, там, PE20, что-нибудь такое. В России, ну, на Мосбирже, так будет 150 компаний, а всего их 3 тысячи, там, может, 5 тысяч на внедиржеобране, вы же НП, РТС, как бы, ну, вы все это, ну, да, знаете. Почему бы не добавить вот эти мелкие заводики, которые платят 20-ю дивидендную доходность? Российские бумаги. Российские бумаги, да. Чтобы выженут, как бы, люди могут друг другу продавать, это не запрещено законом. Да. Вы будете просто брать комиссию с этого. Там такие имитенты интересные. Почему вы сюда не приходите? Да нет, мы смотрим, видите, с российским рынком у нас есть определенные нюансы, да, ну, давайте подумаем. Вы имеете в виду инструменты, имитенты РТС Барда? Ну, абсолютно, вне биржевой рынок, да, вне биржевой рынок. Да, в Барде приходится, по непонятным ценам. Ну, давайте, можно ваши контакты? Вот, я бы хотел познакомиться. Контакты, а ты свои контакты? Я могу мобильный оставить свой. Ну, просто это идея не новая, я к Мосбирску подхожу, там, к директорам, они говорят, нам неинтересно, мы жирные котелы. А нам все интересно. Ну, давай, 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 все, что есть, нам все интересно. Нам подумать. Мы не для себя, не для государства, мы вот для вас. Да? Да. Ну, давайте свои контакты, и доживейте. ИТФ у нас есть, но они, дело в том, что нам регулятор, центральный банк, нам не разрешают, их предоставлять для неквалифицированных инвесторов. По какой-то причине нам их разрешили предлагать только для квалифицированных инвесторов, и там они вот, вот, для, в секции для квал-инвесторов, они у нас есть. Ну, мы готовы, не квалифицированных, учить на квалифицированных вообще. Нет, понятно, да. Мы ведем разговор с Центробанком, но, как бы, вот, пока, как есть. Пока боданец не дает. Вот еще вопрос. А фьючерсы от фрубники Моритис-Кариканские? Ну, фьючерсы, в основном, это московская биржа, да? Мы там оставили этот рынок? Да. Продали, ребят, продали. Ну, давайте, вы говорите, чем надо, ребят, а мы это будем делать. Не вопрос. Над деривативами мы тоже думаем. Ну, понятно, мы активно думаем про деривативы. Ребят, на все нужны деньги. К сожалению, у нас не так много, понимаешь? 120 миллионов. Деньги. Да, да, вопрос. Вы говорите, торгуйте чаще. А есть ли у вас какие-то маркет-дата, которые можно включать в машиносчитаемом формате, чтобы не терминалов, не фонообразных? Конечно, все можно. Все это раздается, думал, через квики, открытие, раздает все в каком хотите. Именно как фид, да? Дата фид у нас тоже есть, да. Дата фид интересен. Обратитесь к открытию. Я думаю, что коллеги решат этот вопрос моментально. Окей. Еще раз можно вопрос про ETF на Санкт-Петербургской бирже. У меня есть статус главный инвестор. Я обратилась к открытию брокера. Мне сказали, что я ETF не могу купить на Санкт-Петербургской бирже, я могу купить только на ИТП. И предложили мне открыть счет на ИТП. Я поговорю завтра утром с коллегами, с Александром Дубровым. Мы в основном с ним общаемся. Чтобы они просто дали клиентам ИТП в том числе. А как об этом узнать? Потому что я вот только сегодня об этом разговариваю со своим менеджером. Об этом никак не узнать, потому что нам же запрещено публично говорить об инструментах для квалифицированных инвесторов. И поэтому единственное, как мы можем делать, это разговаривать с брокерами, которые предлагают квал-инвесторам соответствующие инструменты. Я поговорю с открытием. Вот если опять же дадите контакт, попрошу связаться с открытием с вами, сказать какие-то сроки. Ваня, у нас есть на Фомаге какой-то форум вообще, нет? А, можно напрямую ко мне обращаться, либо на странице Фомаге. На странице Фомаге, вопрос-ответ, жалобы, предложения. Ну давайте простые. И телеграмма, собственно, уже есть чат, но он чуть меньше развит. Лучше в Фейсбуке на странице написать, в ВКонтакте можно писать. Можно напрямую в ней писать. В общем, ребята, давайте пишите конкретно. И вот или ему, или Ване, или мне, или Игорь Иванову, да? Не вопрос. Я, по крайней мере, буду стараться, чтобы как-то все выходило с ума. Да, у нас по-сто нет, я просто держусь только в эксчете. Очень важно, Женя, обратно сверху была. Вот девушка спросила, чтобы она получила ответ. Поэтому дайте мне контакты ваши. Ваши, если вам надо, я снялся. Вы не уйдете, чтобы вы тоже там отверстили, в голове на стучали. Открытие. Нет, открытие, они наши партнеры. Нет, открытие классная, компания там, очень хорошие ребята работают. Они закрывают компанию на три месяца. Ты не можешь торговать, потому что, видите ли, корпоративные действия. Это когда было? 28 августа, а вы ее реально закрыли 29 ноября. Ну, если три месяца клиент своими бумагами не может торговать. Слушайте, я вам поражал. Давайте поговорим. Сейчас пришел Крикотень, правильно? Крикотень сейчас, да? Крикотень, Володя. Глазный мужик. Я знаю, он уже тысячу лет. У меня и мобильный. Вот. Ну вот, тогда его не было, сейчас он есть. Ну, все, обращайтесь к нему, все решили. Хороший мужик. Спасибо за вопрос. Дальше в частном порядке, а и продолжим сейчас по вступлению. Евгений, спасибо большое за вступление. Крикотень, спасибо. Еще раз добрый вечер. Ну, тут можно, наверное, бесконечно, я так понял, задавать вопросы. Всем интересно, как работает биржа. Немножко займу вашего времени буквально, потому что хотелось поговорить немножко как раз о другом. Да, вот чувствую, что биржа у нас заработала, инструментов много, денег у людей тоже много, все хотят заработать еще больше, уже направляются на биржу. Но мне бы хотелось, чтобы у вас все-таки вот эта вот эмоция положительно сохранялась, да, чтобы вы не нарвались на какие-то, так скажем, элементарные ошибки, которые потом наблюдаются. И люди приходят, и ты смотришь, ну, реально, то есть можно было делать что-то совсем чуть-чуть иначе, да, что совсем легко. Вот, и об этом хотелось бы поговорить. Какие легкие шаги могут, так скажем, помочь вам в вашем инвестировании в этом нелегком деле? Буквально две секунды на наш дисклеймер, что представленная информация не будет являться индивидуальной инвестиционной рекомендацией в данном случае. Итак, я бы хотел, может, буквально пару вопросов задать вот аудитории. Первый мой вопрос такой, вот, вы начинаете торговать, и вы часто там как-то пишете, вот, стратегия, какая стратегия, какую предстратегия. А вообще кто-то знает, вот, ну, какие бывают стратегии, на что они делятся, вот, самый верхний уровень стратегии, как можно поделить вообще? Ну, активно, пассивно. Вот, человек абсолютно верно определил, то есть, вот, это действительно так. То есть, если мы уже классифицируем, да, немножко, нам становится легче ориентироваться, где мы, какой мы инвестор. Кто из вас здесь, ну, мне бы хотелось понять, придерживается вот пассивной стратегии, может поднять руку, да? Вот, пассивных у нас, вот, ну, одна, одна треть, я думаю, где-то у нас пассивных. А давайте поднимем руку, кто активный инвестор? Вот, и одна треть активная. А, значит, еще у нас одна треть, они просто еще не определились, думайте, наверное, в какой лагерь именно определиться. Но, кстати, может быть, и конечно, вариант, я только вариант не исключаю, но, кстати, неудивительно. Давайте перейдем к слайду, как раз вот эту ситуацию, и мы здесь обрисуем. То есть, вот, смотрите, у нас стратегия инвестирования, я как раз их поделил на две, да, пассивная и активная. Пассивная еще называют buy and hold, ну, по-русски, там, руки, держи или покупка и удержание, да, то есть это, как бы, такая вот, ну, чисто пассивная стратегия. Как она бывает на практике воплощается? На практике это часто просто люди покупают какой-то ETF на весь рынок, да, но весь, не берут, не берут, не берут, как правило, там, 3000 компаний, или вот, мы не знаем, там даже больше в Америке компаний, там, может, их и 6000, да, но, как правило, всем рынкам уже принято считать вот S&P 500. Достаточно, так скажем, хороший инструмент для того, чтобы покрыть, скажем, рынок. Вы купили ETF на S&P 500, вы в рынке, что дает вам вот эта, скажем, вот такая вот стратегия покупки рынка целиком? Тоже, наверное, кто-то знает, может, кто-то ответит, да, что, что, чего достигает человек, да, покупая весь, скажем, рынок целиком и сразу? Диверсификация. Абсолютно верно, слово диверсификация, абсолютно верно. Человек достигает максимальной диверсификации. И что он исключает? Исключает? Ну, соответственно, исключает он риски, связанные с какой-то конкретной компанией, с конкретными имитентами. Ну, еще это принято говорить, что человек берет на себя только системный риск, да, то есть не системный риск уходит, системный риск остается. Вы не можете диверсифицировать системный риск. Ну, то есть, если в экономике стало все плохо, акции пошли вниз, у вас все равно сохранится риск, что у вас тоже по фе просядет. Но эта стратегия полностью исключает, скажем так, не системный риск, а риск, связанный с конкретной компанией. А теперь, когда вы движетесь в эту сторону, в активную, да, потому что вы говорите, мне хочется побить вот этот вот индекс S&P 500, я могу лучше, у меня есть время, знания, я буду изучать компании, имитентов, и я думаю, что я могу сделать портфель лучше и тем самым побить рынок. И вот здесь, вот прежде чем вы сейчас пойдете, да, уже, наверное, пошли и покупаете на рынке, хотелось бы, чтобы вы тоже понимали, что это активная стратегия, ее тоже надо для себя как-то обрисовать, да. Ну, во-первых, да, во-первых, это выбор отдельных компаний, так по-английски его еще называют chair picking, да, то есть вы должны из 500 выбрать лучший. Это достаточно сложно, и мы пока сегодня об этом говорить не будем, да, какие критерии, как выбирать компанию. Мы говорим сейчас о более простых вещах, то есть, о чем я хочу поговорить, то есть, вот здесь вот есть диверсификация, да, скажем, максимальная. Когда вы движетесь сюда, ну, нет выбора, да, приходится жертвовать этой диверсификацией. То есть, ну, невозможно сохранить диверсификацию и стать активными, и выбирать только, скажем, какие-то отдельные компании. Но, но, что делают профессиональные инвесторы? Они все равно пытаются вот этот вот плюс, вот эту вот диверсификацию максимально сохранить и перенести туда. Как это можно сделать? И поэтому, вот я написал, да, форфель без дискретных идей вы составляете, у него есть определенные свойства. Вы хотите сохранить диверсификацию, но какие свойства надо обратить внимание, чтобы вам, ну, это позволило это дело сохранить максимально? Назовем первое свойство концентрации или количество позиций. Вот как вы думаете, да, вот какой бы портфель был бы, ну, скажем, ну, сохранял бы диверсификацию? Сколько должно быть компаний из этих, скажем, 500? Вы хотите выбрать там лучшие, сколько компаний, чтобы при этом сохранить диверсификацию? 20, 20, 20. 10, 20, 30. Ну, думаю, что среди, если профессионалов, вот те, те вот профессионалы, минальные портфельные менеджеры, которые, скажем, управляют деньгами клиента, да, я думаю, что для них 30 цифр, наверное, будет практически минимальным. И они скажут, у меня очень сконцентрированный портфель. Ну, я выбрал минимальный план, можно сказать, да, то есть вот сразу вот можно сказать, что, смотрите, вот если вы 10 говорите, да, ну, может быть, надо задуматься, что может быть, что-то маловар с этой цифрой. То есть я так понимаю, и как профессионалы смотрят, портфельные менеджеры, что вот здесь вот, ну, сами понимаете, да, 30, 35, начиная. Вот я работал в Америке, мы тоже управляли портфельем для портфелями, ну, у нас был модельный портфель, мы его как бы дублировали, приплицировали для других клиентов. У нас было 40-45 компаний, где-то так. Вот мы из 500 пытались выбрать, ну, прикиньте, да, там 8, где-то 9 процентов, грубо говоря, лучших, на наш взгляд. Вот. Значит, первое, с количеством позиций мы разобрались, как это помогает, да, диверсификацию достичь. Второе, вес позиции. Ну, есть такое понятие, знаете, равновзвешенный портфель. Ну, слышали, наверное, но это самое простое. Это, когда вы, допустим, все компании делаете одинаковый вес. Ну, если, скажем, 33 компания у вас в портфеле, грубо говоря, все компании 3 процента веса. То есть это тоже такой некий, скажем так, ну, один спектр, да, на одном конце. Вы не хотите, наверное, сделали портфель там 35 компаний, в одну компанию поместили там 90 процентов, да, а в 34 компании там 10 процентов. Ну, тоже, да, как-то странно будет, да, ну, сами представляете. То есть простая вещь, казалось бы, простая вещь. На практике, хотя на практике равновзвешенный, ну, вряд ли вы встретите. Почему? Потому что, ну, за ним очень надо следить ежедневно, да, вы же не будете перебалансировать. Там акции двигаются постоянно. Но на практике люди обычно делают так, они какие-то лимиты для себя обозначают. Мы покупаем позицию, допустим, ну, как бы там, вы покупаете там 3 процента. Если она растет или падает, мы смотрим. Если она сильно упала, может, мы удвоимся. Если она сильно выросла, мы начинаем там, как бы, обрезать, да, и ее уменьшать. То есть есть какой-то диапазон. На практике это обычно работает таким образом. Далее. Наверное, вот на последнем свойстве хотелось бы остановиться чуть поподробнее, потому что это очень тоже помогает в плане диверсификации, в плане того, чтобы не получить какого-то уключающего сильного результата, сильно отличающего, скажем, от S&P. Люди, которые выбрали пассивную стратегию, да, говорят, у меня там все хорошо, а вы, которые там трудитесь каждый день, смотрите, у вас там хуже рынка на 10 процентов, да, когда вы как бы почему, вроде бы первую и вторую все сделали, да, что такое. Баланс по секторам. И сейчас хочу задать второй вопрос, а может, уже третий я разговариваю со счета. Кто знает по самой популярной классификации, скажем так, ну, примерно, сколько секторов в S&P 500? Сколько входит секторов? 8. 8, 10, 11, 8, 10, 11. Ну, на самом деле, вы все очень близко, просто есть разные классификации, я знаю, что есть классификация, которая делит на 10, но вот я привык пользоваться той, которая делит на 11, как бы она вот, ну, наиболее такая, мне кажется, традиционная, классическая. Сейчас мы к ней, наверное, перейдем, покажем их название. Так, куда я делал кликер? Вот. Ну, это скопировано из глумберга, поэтому название я тут не расшифровал, но вы понимаете, да? Информационные технологии, здравоохранение, финансовые, коммуникационные услуги, consumer discretion, это циклический потребительский, индустриальный, дальше consumer staples, это циклический, не цикличный потребительский сектор, энергетика, коммунальный, недвижимость, сырье, ну и все, в принципе, вот они, 11 секторов у нас здесь представлены. Хотелось бы сделать, обратить внимание на что. Так, вернемся на секундочку. Видите, написано, баланс по секторам. Что такое? Что это значит? Ну, вот, допустим, вы выбрали, грубо говоря, там, 35 компаний, вся в портфеле. Обратите внимание, да, где, какой сектор, какой вес имеет в СМП 500. То есть, вот, самый большой у нас технологий, 22% вес, потом здравоохранение 14, потом финансовые 13 и так далее. Сырье 2,7, коммунальные 3,3. Энергетика, да, энергетика у нас в России, там, сколько, 50% даже. В СМП только 4,3. И вот вы, если пришли с российского рынка, допустим, на американский, да, где у нас энергетика, энергетика, там, в Горел, в Газпром, и вы туда, так, зашли, скажем, в энергетику. Все 35 компаний купили в этом центре, например. Но это разве правильно? Ну, если ты их считаешь, почему нет? Почему нет? Да, если ты считаешь, что нет. А вы же сами сказали, из-за диверсификации. Нет, всего 45, из них 35 компаний, да, за всем. Всего 45, у вас по ферме? Ну, вы привели пример. Я не выражу. Я говорю, может быть и 35, может быть и 45, но вы не запихиваете все в один сектор, все равно, понимаете? Ну, в штуках их будет 35, а вес их будет, ну, допустим, там, 10% от француза. Ну, вот, целый 35 компаний. Хорошо, тогда у вас гораздо больше компаний, да? 45. Хорошо, то есть вы 45, 10 в один сектор, да? Ну, если я их считаю, да, если я их считаю. Ну, вот, немного, как бы, сомнительно, как вы хотите потом? Ну, то есть у вас будет большой, огромный перевес в одном секторе, который всего, в S&P, составляет 4,3%. Вы хотите 35 компаний, чтобы у вас имели общий вес портфеля 4,3%? Ну, 10, допустим, чуть больше. Нельзя? Решайте сами, я просто говорю, я бы, как бы, посмотрите, поступил. То есть если у вас 35 или 40 компаний, ну, их надо как-то все равно, мне кажется, распределять, ну, более-менее, вот я вам дал просто шаблон. А там уж вы решаете, там, 35 в маленький сектор и одну в большой в технологиях, как бы, но для меня это немного странно. То есть я бы, наверное, вот, как бы, топовые, да, там, 6-7, ну, имел бы представителей там, ну, хотелось бы, хотелось бы иметь там представителей. Почему? Потому что, опять же, это вопрос вашего конечного результата. Вы смотрите на итог годовой вашего портфеля и говорите, у меня все плохо. Я все сделал, я изучил компанию, почему у меня плохо? Человек приходит, а у него портфель 10 компаний, а я смотрю, а 5 компаний, это интернет-компаний китайские. Ну, все там социальная сеть, там что-то стриминг, и все упали одновременно. Я говорю, ну, послушайте, ну, как бы, 5 компаний, все интернет-китайские. Почему? Ну, чувствуется, да, у человека есть предрасположенность, вам что-то нравится, вам кто-то звонит знакомой, вот такая хорошая компания. И вы ее пропускаете через свою голову, и у вас, да, звонок, хорошая компания, мне она нравится. Вы ее купили, через неделю-две опять другую компанию, ну, то же самое, она имеет те же самые, скажем так, свойства, которые вас привлекают. Вы снова ее купили, вам кажется, вы как бы разнообразите. Ну, когда вы подходите в конце, да, смотрите, у вас не разнообразие получилось, а однообразие. Просто разные имена. Давайте вот на ваш отец, чтобы я тебе показал, как на практике, что может случиться, если вы в энергетический сектор вошли и в нем сидите, основатель. И я здесь делал результаты, совокупную доходность по секторам, начиная с 2018 года, с начала 2018 года. Я не стал вам только за этот год показатели делать, потому что за этот год они сильно хорошие. Если вы посмотрите показатели вот за эти полные 12 месяцев, они чрезвычайно сильно хорошие, то вы подумайте, что так рынок и работает, что это, ну, такая норма. Так вот, чтобы не вводить вас в заплуждение, хотя это реальные цифры, реально за этот год. Я решил показать вам с начала 2018 года, когда прошлый год был плохой, чтобы вы, как сказать, выровняли и увидели результат за почти два года. И вот это совокупный доход, то есть насколько выросли компании, плюс дивдоходность, так считается совокупный доход. И вот смотрите, да, вот стоит вот дата в Гумберге, 12 месяц, 31 число, 17 год, это конец 17-го. Значит, мы смотрим сначала 18-го. Обратите внимание, вот вы говорите в энергетику, я зашел, изучил там все компании, да, купил весь тех... Полсектор. Вот сейчас я формирую... Смотрите, за вот эти неполные два года этот сектор дал совокупную доходность с дивидендами хорошими, они там платят по 5%. Минус 12% за два года. Вы два года сидите, и у вас минус 12, вы говорите, у меня все плохо. А вы решили избежать, например, сектор информационной технологии, ни за что не про что, да, хотя он самый крупный. А он дал за два года 43%. А в целом, а в целом S&P, смотрите, дал, дает пока за неполные два года 22%. Ну, что тоже очень хорошо, на самом деле, можно сказать, что это выше среднедоходности, но уже как-то более-менее звучит не 25, как вот я, то, что я ему не стал показывать. Вот. Поэтому я надеюсь, что вот это то, что я вам сказал, оно немного поможет вам, ну, как-то немного ориентироваться, да. И понятно, что это только американский рынок, только акции. Понятно, что это все гораздо сложнее. Есть облигации, вы можете делать сбалансированный портфель между акциями и облигациями. Есть развивающийся рынок, вы можете развить и развивающийся. Но везде, мне кажется, должен быть какой-то системный подход, везде вы должны себя спрашивать, сохраняю ли я вот эту вот диверсификацию. Понятно, что вы ею жертвуете, когда вы идете в активное управление. Но постарайтесь как-то, ну, следить за этим, да, как вы, в каком русле вы движетесь. Так что, спасибо большое. Я сейчас. Официально. Спасибо. Если будут вопросы, то можете спрашивать. А что вы прочитали? Общий такой вопрос. Вы не могли прочитать, да? Вы не могли прочитать, да? Обещали восемь подписчиков, вы не забрали. Ну, встаньте, пожалуйста. Во-первых, вас не видно, поэтому плохо слышит. Алексей, меня зовут? Да. Брокер открытие. Обещал единому брокерскому счету. Да. У нас тут, как говорится, есть аналитики, а есть люди, которые готовы вам помочь. Я готов помочь вам по, если бы я один в компании работал, я бы за все, наверное, отвечал. У вас побольше людей, правда. Вот поэтому. Да. Пару слов о Сауде-Арамке. Так. Сауде-Арамке. Два слова. Сауде-Арамке. Так, ну я, если серьезно, если кого-то еще интересует, могу ответить. Ну, смотрите. Мечта была с аудитов, да? Получить эту капитализацию 2 триллиона долларов за компанию. Сегодня они ее увидели, ну, в моменте она там достигала. Вот. Вот, но для инвесторов вопрос, да, наверное, хорошо это или плохо, если вы, как бы, получите доступ. Я не знаю, есть у вас доступ на биржу в Саудовской Араме, чтобы ее покупать. Вот, но имеет ли смысл, это другой вопрос, понимаете? То есть надо же смотреть на уже оценку стоимости, правильно? Вот. И здесь возникает вопрос. Вот когда ее оценили, 1,6-1,7 триллионов инвестбанки, да, они сказали, ну, это вот, ну, очень хорошая цена для вас. И все, как бы, вот, были такого мнения. А даже та цена 1,6-1,7, она давала дивидендную доходность не самую высокую. Где-то примерно там 4,4-4, там, ну, с половиной процента, понимаете? Есть другие менеджеры международные, типа там, Акцион Мопил, там, Шеврон, там, Шелл, которые дают большую дивидендную доходность на процент и на 2, понимаете? Вот. С учетом того, что цена сейчас выросла почти на 15-20% с момента IPO, то ваша дивидендоходность, это вот, ну, ожидаемо, она еще, понятное дело, снизилась. Они там планируют потратить где-то 75 миллиардов на дивиденды в следующем году. Ну, вот, делите и сами получайте, да, дивидендоходность. То есть, вот, вот, вы, если меня спрашиваете, является она сейчас привлекательной, то мой, то мой, как бы, вам ответ, с точки зрения инвестора, что-то как-то не очень. Ну, надо подождать. Не очень. Потому что, ну, мы смотрим на дивидендоходность у такой компании, прежде всего, да, то есть, ну, что мы с ней получаем? Всего ты, я понял, спасибо большое. Пожалуйста. Алексей, спасибо. Да. Спасибо за вопрос, что у вас нет. Павел Пахомов. Добрый вечер. Я руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи. Два слова про Сауди Арамко. Сегодняшний таргет прайс, ну, там где-то с десяток аналитиков американских, естественно, приковано внимание. Таргет прайс про Сауди Арамко 1 триллион 350, то есть на 30% ниже от текущего уровня. При том трифлоути, который сейчас есть, полтора процента, во-первых, эти акции просто приличные люди просто не пустят на биржу, ни на одну из них, кроме Саудовской Аравии, может быть, московской. Потому что 20% как минимум трифлоу должен быть, как минимум. Поэтому можно говорить об абсолютно искусственной цене, которая есть. Как уже сегодня пошутили, красивый автомобильный тикер, четыре двойки у Сауди Арамко. Тоже, в общем-то, они любят арабы такие, все красивое, все золотое. Поэтому, насколько эта цена соответствует действительности, совершенно правильно Алексей сказал, что дальше сейчас стоит вопрос вообще о качестве управления. И если говорить о параметрах, мультипликаторах, которые есть у Сауди Арамко, то Шеврон и Эксенуды выглядят уже лучше, чем в Сауди Арамко. Вот, собственно, и все, что можно сказать. А дальше посмотрим, действительно, посмотрим. Потому что искусственно можно загнать, наверное, и на 3 триллиона, в принципе. Но я думаю, что легко это можно сделать. А вот вопрос, что это? Нет, ну, там еще и еще раз, качество управления, там все это, как бы все по совокупности. Поэтому понятно, что это действительно у них самое эффективное с точки зрения добыча. То есть это, ну, запасы, ну, запасы, по запасам я просто не специалист, я тут вообще сразу скажу, что я не макроэкономист, да, и чтобы снять вопросы куда-то там вглубь. Потому что, ну, во-первых, Санкт-Петербургская биржа ничего не продает с точки зрения инвестиционных идей, с одной стороны. С другой стороны, как бы, действительно, мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы развивать этот рынок. И стараемся, как вы видите, потому что обороты выросли и растут на глазах. И поэтому, в догонку еще предыдущим выступающим, еще один канал связи, который есть, и он, я считаю, достаточно эффективный. Мы каждый день, каждый день проводим вебинары в 15.30, начало, абсолютно удостухно, бесплатно, где все вопросы, которые сегодня поднимались, они уже поднимались. А хвосты по акциям поднимались, ответы были. Шарты в открытии, которых нету, поднимались, ответы были. Потому что у нас, на самом деле, акции все шартовые, чтобы вы понимали, что Санкт-Петербургская биржа дает шарты по всем акциям, которые есть в Америке. То есть, там просто некоторые акции не шартовые, в самих штатах. А так, дальше брокер уже решает. И это уже надо обращаться к брокеру, надо пинать ногами брокера. ИТФ надо пинать ногами брокера. Ну, я тут, как бы, может, меньше политеса, чем генеральный директор биржи. Понятно, что это, в общем. Но, на самом деле, это действительно так. То есть, в том числе, вы можете, как бы, понятно, что здесь могут быть конфликты интересу брокера, когда есть ДТП в открытии, есть Санкт-Петербургская биржа. Торгуются и там, и там одно и то же. Ну, и дальше, сами думайте, как. Вот. Поэтому, на самом деле, как бы, есть вот такой канал, который можно выходить, можно спрашивать, как бы, те вопросы, которые не знаем. Соответственно, потом они поднимаются, естественно, и дальше выясняется, что там и как там. Поэтому, пожалуйста, тоже милости просим, можете приходить по ежедневной 15-30. Есть, да. Павел, вопрос такой. Вы смотрите на простые метрики бумаг, которые торгуются на СПБ бирже. Ну, там, ПАНА, Е, ДВЕ. Конечно, я тоже, вот, если немножечко поглубже, что выбор бумаг, да, и когда, 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 нет, ну, смотрите, немножко, я немножко, все-таки, с другой стороны зайду. Что, вот, Евгений сказал, что сейчас есть сложности с выбором бумаг. Действительно, есть сложности. В каком плане? Что есть критерии, есть требования Центрального банка по тому, что мы можем допускать. Опять же, есть критерии СЕК по, если запускать биржевые парки. Поэтому мы смотрим и туда, и туда. Поскольку в рамках нашего законодательства мы имеем право, действительно, запустить бумагу, ну, фактически любую, но при этом, есть палка о двух концах, при этом мы берем на себя полностью все обязательства по раскрытию информации. Если мы не будем выполнять эти требования, то нас будут бить уже там, а не здесь. Ну, здесь тоже будут бить, но, может быть, в меньшей степени даже, чем американцы. Американцы бьют сильное, могу сказать. И мы попадали в ситуации, когда, как бы, ну, были такие стремные моменты, скажем так. Поэтому, когда мы выбираем бумаги, в том числе, могут быть разные критерии недопуска. Вроде бумага хорошая, все прекрасно, все замечательно. Но, допустим, нет доступа к сайту имитента из России. По разным причинам. Мы не имеем права такую бумагу допустить. Просто не имеем это требование. Поэтому здесь, как бы, естественно, что мы смотрим на все требования, которые есть. Что касается, дальше, если мы берем выборы, вот на данный момент, каким образом происходит. То, я могу сказать, последние там 150 бумаг, 147 запустили мы в конце октября. Из них треть, это было выбор наш, ну, биржи. Треть, это было предложение брокеров. И треть, это было предложение просто клиентов. Просто клиентов, которые пишут на сайт или каким-то образом обращаются. То есть у нас очень профессиональный колл-центр, который собирает всю информацию, если вы будете ли на инфо, собака, спбэкчейндж.ру, или звонки, которые там приходят. Все это собирается, анализируется, и дальше передается в листинг, и дальше, собственно, списки составляются. Потому что, сами понимаете, когда, тоже вот сравнивать там Россию, да, когда у нас 150 бумаги, в принципе, ну, добавляют еще две штуки. То есть эти две штуки можно облизывать там три месяца, и потом сделать такой фейерверк. Как здорово у нас еще две бумаги добавилось. Когда у нас 150 бумаг в месяц, то понятно, и пять человек, которые этим занимаются. А надо учитывать еще, чтобы вы понимали работу. По каждой бумаге есть, кроме англоязычного, есть еще резюме проспекта эмиссии на русском языке. Представляете? То есть это вот, это все же на английском идет. Не только, кстати, не только на английском, но и на китайском, и на, там, это, тоже проблема еще перевести все иероглифы, которые нужны. У нас, руководитель нашего листинга уже японский, по-моему, стал учить специально, чтобы японский, китайский, что-то учат там. Вот, поэтому именно с этой точки зрения, как бы, насколько интересно обороты, показатели. С точки зрения финансовой отчетности, понятно, что тоже смотрится, ну, потому что там какую-то дефолтную бумагу, да, с убытком, не знаю, в 10 миллиардов долларов и с капитализацией в 100 миллионов долларов. Естественно, такую бумагу просто не будет допущена. И такая сортировка есть, она постоянно ведется, более того, она постоянно ведется. Вот сейчас я просто могу сказать, что у нас есть в Америке живой организм, настолько живой, что, в общем, иногда мы смеемся, что это все выдумано специально под нас, чтобы проверить вообще, насколько можно людям, которые ничего не знают, изначально ничего не знают, да, освоить. Потому что корпоративные события, ну, кто вот сталкивается, ну, это просто безумие, да, когда каждый день у нас по два, по три десятка корпоративных событий происходит. Причем это же слияние, консолидации, сплиты, обмены акций, возьмем какой-нибудь PGE, который просто каждый день судится и взлетает, ну, кто знает, вот на Америке это Pacific Gas and Electricity, компания, которую обвиняют в том, что именно из-за ее оборудования случились пожары в Талифорнии в прошлом году, соответственно, и там просто история просто детективная идет, когда она падает с 50 долларов на 6 долларов, потом она стоит на 25, потом падает опять на 5 долларов, ну, и она вот так летает постоянно. Каждый день фактически куда-нибудь там процентов по 100 вверх и вниз. Значит, поэтому это действительно очень тяжелая работа, и, как бы, да, эта работа ведется. А что вы имеете в виду, как хотите, вот что здесь? Ну, дивидендная доходность у вас есть большая, у какой-нибудь из торговых бумаг, там, 20-15, может быть, в Армении, может быть, где-то... Не, ну, по поводу Армении давайте оставим пока этот сегмент совершенно новый. То есть все-таки, все-таки, здесь, я даже пока, честно говоря, эти бумаги еще... Ну, во-первых, это бумаги, это банды были, если бы было перечислялось, это не акции пока, армянских бумаг нет. Хотя я даже не знаю, что там за компании могут быть в принципе, да, ну, кроме армянского коньяка, наверное, ну, может, мало ли что-то еще. Вот, поэтому сейчас ты даже про это ничего не готов говорить. Это отдельный проект, отдельный, как бы, идет, потому что все-таки основной сейчас вся работа и, естественно, все обороты, которые есть на рынке, они обеспечиваются именно бумагами американскими. Ну, и, возвращаясь, может быть, кто-то не понял, там, китайские, там, корейские, индийские и так далее, это все АДР-ки, торгуемые в Соединенных Штатах. Поэтому, в общем-то, на площадке, то есть на сегодняшний день просто нам просят, ну, как бы, у нас технология, она уже выстроена, доступ к американским рынкам, именно к американским. Что там торгуется, вот, пожалуйста, нет проблем. Алибаба торгуется, соответственно, в АДР-ке в Нью-Йорке, нет проблем. Алибаба запустилась, да, провела, соответственно, сейчас IPO в Гонконге, ну, вот, будет, наверное, Алибаба в Гонконге, можно будет какой-то арбитраж делать. Ну, пока, естественно, вот Гонконг появится, там, в феврале, тогда будем смотреть разницу в цене. Вот, поэтому, сейчас, конечно, если с точки зрения аналитики, возвращаясь все-таки, я как аналитик выступаю, с точки зрения аналитики, то это, конечно, упор на том, что интересно массово. Люди, тут, я могу, просто разница в чем, люди что ищут? Люди ищут какую-то совершенно забытую бумагу, которая стоила раньше 200 долларов, сейчас она стоит 20 центов, и, соответственно, они всегда спрашивают, а можно ли ее купить, чтобы она стоила 2 доллара. Я подниму 10 концов. Понимаете, вот подход, который, вот, 80% людей, которые спрашивают именно об этом. А вот, как раз Алексей выступал совершенно правильно, что, о инвестиции, да, ребята, но, хорошая дивидендная доходность. Опять же, вот, вопрос, 20%, нету 20%, 10% есть, сенчерин, пожалуйста, 10%, в S&P 500, да, соответственно, эй, кеньки 5,5%, извините, я дивидендный аристократ. Это просто, супер, просто, защитная бумага. Чего еще, чего еще в жизни надо, собственно, любимейшая бумага, каверинг-опшен на американском рынке. Самая ликвидная, соответственно, для опционной стратегии, именно потому, что она дивиденды такие плачет. То есть, вот, такие бумаги, как бы, это мало, это мало, понимаете, что там 5%, 10% в долларах США, понимаете, надо, надо, вот, там, сколько-нибудь. Сколько-нибудь, кстати, тоже есть, такие герои, причем, далеко ходить не надо, если брать, вот, в этом году, допустим, року. Стоил в начале года 25, сейчас он стоит 150, вылетал на 170, но надо понимать, что когда он вылетел на 170, он потом упал на 100, а потом опять вылетел на 150, да. Вот вам, пожалуйста, причем там развитие будет еще ого-го какое, потому что это сейчас вот стриминговое телевидение, как раз это платформа для стримингового телевидения, они за год нарастили базу в 41 миллион человек, представляете, так это, сразу 41, то есть, поэтому, конечно, такие компании тоже выстрелили, такие можно найти. И они строят, по крайней мере, уже понятный бизнес, понятные, понятные объемы, уже у них нормальная абсолютно капитализация, то есть, конечно, можно искать, и, кстати, в общем-то, у нас этот запуск идет, можно искать что-то среди малой капитализации. Вот в последней партии у нас было запущено из 150 бумаг, 50 бумаг, это биотех. Ну, биотех вообще, как бы, вызывает повышенный интерес, он явно недооценен в принципе, и среди больших можно найти там. Все однозначно, вот Алексион вошел в топ-3 на 20-й год по рекомендациям американских аналитиков по совокупности, соответственно. Ну, это большая компания, это там под 100 миллиардов капитализация, такая чуть-чуть побольше Газпрома, вот. Вот, ну, но можно найти, но можно ведь найти действительно такие мелкие компании, которые там, ну, опять, в американских мерках мелкие, где-то миллиард капитализация, там, 2 миллиарда капитализация, вот это, в общем-то, компания из первой тысячи, из конца первой тысячи, скажем так. Вот, но при этом действительно могут быть очень интересные потенциалы, особенно, вот, повторюсь, чем биотех интересен, изобрели какое-нибудь лекарство, их тут же покупают, тут же в 3 раза дороже покупают, 300% там за 1 раз все это вылетает. Ну, просто я могу сказать, что даже большие компании, вот осенью была ситуация, только один слух, не подтвержденный, и не подтвердили его. Только один слух, что МГН покупает Алексион, ну, соответственно, слух был такой, что за 200 долларов компания стоит 115, она тут же вылетает на 130, так легко и просто. Никто ничего не подтвердил, но, ну, дальше опять опускается обратно. Только на слухах даже такие вещи, представляете? Поэтому, конечно, в этом плане американский рынок очень интересный, потому что событий очень много, каждый день что-то происходит. Второй момент, который хочу отметить, я уже с точки зрения, наверное, спекулянта, скорее, чем с точки зрения инвесторов, великолепный технический, великолепный. Ну, понятно, теханализ у нас работает где? На конкурентных рынках. Чем больше народу, тем лучше работает. Читают все одного и того же шлагера, в общем-то, да, и иже с ним там. Вот, и поэтому теханализ прекрасно просто работает, отыгрывается просто великолепно. И, знаете, приятно, когда вот мы на вебинарах какие-то, ну, собственно, наши вебинары сводятся к тому, что мы смотрим, что было вчера и что, собственно, сегодня, и какой-то там, вот эта акция начала расти, вот эта акция начала падать, что-то смотрим такое. И когда после вебинара даже там как-то принесли бутылку коньяка, сказали, ну, я вот тут квартиру купил на вашей идее, это по Боингу было весной, вот вам коньячок, приятно. Вот, потом еще несколько таких идей, которые сработали. Мы очень хорошо идеей были, допустим, по Крафт Хайнс, вот как раз в сентябре, и по Американ Эрлайнс, там по 20% где-то получилось, в общем-то, кто заходил. Чисто технические вещи, чисто поддержка, проторгованное дно, блюдце какое-то разворотное, все, вот будем расти, ну, стоп поставил, пожалуйста. Поэтому Америка позволяет такие вещи реализовывать, конечно же, и если вы следите, ну, и мы стараемся с этой точки зрения как раз, чтобы помогать, на что нужно обратить внимание. Ну, понятно, еще раз, что прежде всего на крупные компании, да, ну, крупные, крупные, это вот первая тысяча, то есть, это, ну, прежде, конечно, S&P 500, первый, потому что, честно говоря, у нас уже больше, там, 1234, я уже тоже уже какие-то вещи даже не знаю, что они у нас есть, иногда там, мне говорят, да, посмотрите вот на это, я говорю, первый раз я вообще вижу, оно у вас есть, оно у вас торгуется, потом смотрю, ой, какая интересная компания, я ее даже не увидел. Так что, действительно, многообразие очень большое, каждый под себя может выбрать, в том числе, выбрать, соответственно, по портфель, возвращаясь к секторам самым разным, где вы возьмете акции солнечной энергетики в России? Вы кого будете покупать? Ну, а? Кого? Форд. Ну, Форд, а он у нас торговый? Я, я, российский рынок вообще, только, только, вот, опционы и все, больше ничего. Я даже, вот, смотрю на Сбербанке, иногда, просто смотрю, и все. Ну, и смотрю, как, этот, как его, сургут, нефтегаз растет, и никто не знает почему. Да, вот это, вот, в Америке этого не может быть вообще, в принципе, тоже, кстати, с этой точки зрения, шикарнейшая вещь, если что-то сильных, ну, не важно, падение, рост, какое-то сильное движение, если вы заходите на ресурс, и, там, через пять минут, и не видите объяснения тому, почему это произошло, то это уже что-то, что-то такое из ряда вон. То есть, это же конкуренция, это же бизнес, они же, аналитики, у них деньги получают, понимаете, они же не являются сотрудниками, а часто это независимые вещи. Я вам объясню три строчки, а дальше, если вы хотите больше, я за деньги вам уже расскажу песню такую большую, на четыре листа, вот, про эту компанию. И это абсолютно нормально, поэтому абсолютно нормально, когда выходит корпоративная отчетность, допустим, ну, не знаю, какого-нибудь фейсбука, и через три минуты после выхода корпоративной отчетности, вы уже в публичном доступе видите отчет, видите пересмотренный таргет прайс, и вообще полностью комментарии на три страницы по фейсбуку по этой отчетности. Понимаете, и возникает, как человек мог, там, успел за три минуты прочитал, напечатал, и все это, все готово уже, потому что он первый, а фейсбук известный, значит, если он первый, он точно попадет в первые строчки анализа, все, его имя, а дальше, ребят, подписывайтесь и платите деньги. Вот, то есть, это индустрия, это Америка, это деньги, во всех местах деньги, да, это вам квик бесплатно дается. А вы думаете, мы получаем маркет-дату бесплатно, вот биржа, и транслируем ее бесплатно брокерам, и чтобы они вам бесплатно были? Нет, на самом деле ничего подобного. Почему? Там убыток, говорят, не убыток. Да потому что, в общем-то, затраты, причем серьезные затраты. Вот, наверное, так вкратце. Если есть вопросы, пожалуйста. Куда пойдем? Я могу, в принципе, можно про ситуацию на американском рынке общую, да, какую-то, ну, буквально пару слов, если это интересно. Опять видение. Ну, даже не мое, еще раз, я не претендую здесь на глубокий анализ, просто каждый день, читая по три часа американскую прессу на финансовую тему, в общем-то, волей-неволей, в общем-то, понимаешь, о чем думают вот аналитики там. Да, и поэтому, скорее, это как ретранслятор такой, который, причем они тоже думают, что очень часто один плюс, другой минус, будем падать, будем расти, очень это часто бывает, но, по крайней мере, некие общее какое-то видение, оно существует, действительно, и это интересно бывает. Вы сказали, что вы считаете Швагера, а кого вы еще читаете? Я читаю, Швагера не читаю. А что вы читаете? Нет, ну, с точки зрения теханализа? Ну, в целом, по рынку, по анализу. Нет, ну, смотрите, если говорить про теханализ, то, в общем-то, я считаю, что работают линии поддержки и сопротивления, и на этом можно тему закрыть, и все вот остальные 350 индикаторов это вот для того, чтобы книжку писать. Вот, и это очень хорошо. Нет, у меня есть один индикатор, на котором я работаю, но он годится только для фьючерса на индексе РТС и только на минутках. Это отдельная тема, можно прочитать лекцию, как зарабатывать на контртрендовом скальпинге. Но это не сегодняшняя тема. Вот, то есть я это использую там с шестого, по-моему, года, и, в общем, сейчас меньше просто времени нет. Значит, поэтому с теханализом, ну, как бы, да, он работает, это толпа, это понятно, что работает, но работают что? Объективные вещи, то, что все видят. Когда все видят максимум и минимум, это видно, это прекрасно работает. Когда вы строите непонятно какой индикатор на собственных, дальше подбирайте, в теханализе работает все и ничего. То есть каждый подбирает от себя. Абсолютно нормальная вещь. Что касается других книжек, если брать, то, знаете, мне нравится, если опять, ну, это еще, смотри, субъективное, мне нравятся вещи, которые, которые не конкретно, там, что-нибудь, какой-нибудь учебник, ну, опять не учебник, ну, дальше как-то, где будет описываться, там, банды, ну, или какие-то инструменты и так далее. Мне больше нравится общего плана, типа, такой, там, покер лжецов, реквим по медведям. То есть это вот ситуации, которые были на рынках. Есть книжечка, очень, кстати, хорошая, люблю структурные продукты, просто, как бы, люблю строить их самостоятельно, потому что, ну, при брокере не буду говорить, почему. Значит, но, и вот пушки, трейдер, нет, трейдинг, что как-то вот так вот называется, и там какой-то, даже не помню его фамилию, какой-то индус, поэтому непереводима, как раз вот про ситуацию, как строили, как продавали структурные продукты в нулевые годы. Дамадарат? Может быть, ну, еще раз, я не готов, да, сейчас, потому что сложно переводимые, сложно воспроизводимые фамилии. Поэтому, ну, вот возвращаясь, вот такого плана, вот такого плана, то есть, они дают представление о чем? Представляем о том, как устроен рынок. Ну, на рынке-то я давно, поэтому я и так знаю, я сюда пришел как фарма-матер, я 10 лет работал в открытии, да, у меня клиентский счет, в общем-то, из первой тысячи, что вы понимаете, если у кого-то клиентские счета, да, там какой-нибудь, я не знаю, какие сейчас клиентские счеты, какие-то, 180 тысяч, 250 или сколько, да, вот так вот. Ну, вот у меня из первой тысячи клиентский счет, соответственно, в открытии он есть. У меня правда 8 счетов, 8 брокеров, вот, но, ну, неважно это. И поэтому, ну, как бы, вот я внутри знаю, как развивалось открытие, очень такие интересные воспоминания. Поэтому, но это, но это помогает вам, как клиенту, помогает взаимоотношение с брокером. Брокер, на брокер, мой совет, как клиент, да, с брокера надо выжимать соки все. То есть он за это, он любые, то, что, опять же, там, чего-то непонятно, чего-то, то есть вот, они должны вам отвечать. Они предоставляют вам услуги. Соответственно, более того, за ваши же деньги. Поэтому, как бы, здесь все, что касается, как раз, если вы теряете деньги, дай бог, да, теряете деньги по вине брокера, то, ну, во-первых, брокер вам всегда компенсирует, если это будет его вина, он сознается, он тихонечко, он тихонечко вам компенсирует. Вот, но может быть сопротивляться, и будет доказывать, что вы сами дураки. Вот, и такое, ну, ну, просто надо очень аккуратно к этому относиться, тоже к своим деньгам, и к тому, и к пониманию, что вы делаете. Потому что люди, просто я вам зачитаю, вот просто понимаете, вот реально, вот сейчас у меня переписка, я тут сидел, и переписка, вот просто, чтобы вы понимали, что это за клиент, да, сейчас вот, и вы поймете, значит, вот его первое было, соответственно, ну, он там звонил, просил, т-т-т-т, в общем, как бы, не, нельзя ему отказать, но свой секс-сему, подскажите, что актуально на данный момент купить. Соответственно, я ему пишу, можно купить Alexion, General Rectic, Pfizer, AT&T Qualcomm, только не на все деньги, ну, ты дальше. Дальше он пишет следующее, спасибо, а на какой срок примерно? Соответственно, а, нет, дальше, а по какой цене, и по какой сбросе? Я ему пишу, ну, там, по текущим ценам, таргеты такие, причем это, он человек, который, ну, ему, ему, пассивное место, он пассивный, ему надо формировать там какой-то, причем он там портфель, дальше, написал и цены, и все, соответственно. Дальше спасибо, а на какой срок примерно? Понимаете, вот как вот с этим, да, вот так вот, как на это реагируют? Вот, а после этого спасибо дальше, а подскажите расшифровку GE и NT? Ну, я ему тикеры сбросил, да? А что там дальше будет, тоже непонятно. Вот вам, пожалуйста, ну, поэтому вот так инвестировать нельзя, и покупать нельзя, понимаете? То есть, ну, это лучше прийти к брокеру, отдать деньги, он там, управление, все нормально, там, все, и как бы, ну, надо понимать все минусы управления, ну, по крайней мере, это нормально. А зачем вам таких людей вы не потратите? Ну, еще раз, тут момент следующий, просто я, это, это, я бы на таких людей не тратил, но просто, ну, вынужден иногда, иногда есть просьба, которой нельзя отказать. Вот, поэтому, ну, ну, это, всякое бывает. Но, в общем, таких людей надо ставить, учить, надо учить, ну, и, и, как бы, говорить, что можно и что нельзя. Так, дальше, еще вопросы. Все-таки по рынку. Все выключите. А? Ну, можно и желание. То есть, ну, у вас на территории, например, перспективные компании, которые могут там в 10-20 раз вырастить. Вы же все видите, всю мир смотрите. Нет, подождите, у нас и такие, ради бога, Square, Square, рекомендация аналитиков, если вы хотите купить Amazon 1999 года, покупайте сейчас Square. На ЕС, через нас можно купить. Вот, у нас, он торгуется, у нас, Square, пожалуйста. Он размещался в 15-м году по 10, в прошлом году он достигал 100, в этом году, ну, потом, понятно, при таких вот темпах, он куда-то там упал. Сейчас он стоит 65, но это в 6,5 раз больше, чем там в 15-м году, да? И аналитики сходятся в одном, что это будущее финансовых рынков, что это весь, всю эту визу, мастер-карты и так далее надо черта выбросить. PayPal, может быть, еще будет болтаться, но только. А будет Square, потому что это уже другой уровень сервиса. Хотя, опять же, тут тоже, но не факт, что он будет, понимаете? Да, говорят, но аналитики все врут. Это тоже надо понимать. Это же растущая бумага. Важная голова. Да, 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 конечно, это растущая. Что? Нет, нет. То есть, Gazprom в 2000 году? Не, ну, в 2000 году. Я могу, более того, я могу вам больше сказать. 28 сентября 1998 года, лично я покупал Gazprom по 5 центов. Вот мне это запомнилось. Поэтому можно, конечно, приводить, но можно привести другую цифру, понимаете? Интересно, когда это, вот если он там, идешь, идешь, идешь. А если мы вспомним, сколько Gazprom стоил в 2008 году, 368 рублей, опять же, у меня есть там флажок, на который я поставил, что я там продавал. Понимаете? Я горжусь тем, что я вот там продавал, на самом верху. Причем страшно было, на самом деле. Вот, в тот момент, да, но, извините, где, сколько, во-первых, если даже сейчас 368, то это уже другие, это уже другие доллары, да? И потом до 368 еще пилить, пилить, и неизвестно, когда это будет. Поэтому, в общем-то, всегда инвестору интересно-то, что, чтобы это был какой-то, ну, видимый рост, понимаете? А сидеть десятилетиями в бумаге, ну, никто, я не знаю, кто-то досидел с Gazpromом вот с 2008 года. С первого года. Да? По рублю. Не, ну, ну, как бы, ну, ну, хорошо. Ну, хотя, как вы пережили, живой, да, скажите? Вот. Потому что, честно говоря, особенно восьмой год, когда было, да, все весело. Вот. Ну, это, скорее, вы, одно из немногих, один из немногих, как исключение. Потому что, конечно, люди, чаще всего, просто, просто сбрасывают, паникуют, и потом говорят, что это рулетка. Все оставшиеся же. Ну, может быть, сотрудники, которые вообще ничего не делают, а те, кто вот реально покупал на свои, кто реально сознательно покупал, это совершенно другая вещь. Так. Еще? Вы всегда удачливые трейдеры считаете. Вы знаете, вот тут вот тоже я могу, уже раз уж и пошло сюда, то я могу сказать, я считаю, да, но, но, одно маленькое но, все-таки я делю, делю, что есть профессиональные трейдеры, которые живут только от трейдинга. Только от трейдинга. И это их заработок, и это все, и это, ну, честь и хвала, таких немного. Надо понимать, что это там, как показывает статистика, где-то порядка трех процентов. Посмотрите, вот просто как пример, посмотрите статистику, конкурс лучший частный инвестор за три года. И посмотрите, сколько людей зарабатывают за три месяца сто процентов. Это такая вот планочка, действительно, ну, все же скальперы, все же там, поэтому сто процентов доходность легко. Я там как-то участвовал, когда, ну, работает, да, и у меня не было там 30 процентов, в принципе, я сделал абсолютно нормально. Вот, поэтому вот эти люди, а их будет три процента, вот эти люди живут от трейдинга. Вот. Оставшаяся какая-то часть, вот я отношу, наверное, к тем, кто, в принципе, на рынке есть, но при этом, я торгуясь, там, с 93-го года, вот, я все время работал. Я все время работал. Поэтому, когда мне надоедает работа, я меняю работу. Когда мне, но я знаю, что я могу не торговать, то есть, трейдер, когда вы так только торгуете, вы понимаете, если вы сегодня не заработали, то завтра вам ничего будет есть. Я, к сожалению, видел таких людей, это страшная вещь, это страшная вещь. Когда человек понимает, что вот все, или пан, или пропал, и вот ставку делает. Поэтому, и здесь у меня руки развязаны, в общем-то, у меня есть зарплата, есть работа, есть, соответственно, торгую, да, и поэтому, причем у меня доход от торговли даже больше, чем моя зарплата, но при этом я, в общем, совершенно спокойно. Если наш вопрос, какой годовой доход вы считаете нормальным? Ну, опять, если брать годовой доход, ну, я думаю, что пятерка где-то. Вот это вот норм. Ну, по крайней мере, по крайней мере, позволяешь себе съездить на индивидуальный тур в Японию на две недели. В общем-то, можете, как бы, это было бы очень интересно, могу сказать. Ну, по крайней мере, еще раз, это не бог весь какие деньги, это вы, как бы, не, то есть, ну, по крайней мере, вы спокойно живете, вы можете себе что-то позволить, да, какие-то вещи абсолютно нормальные, может быть, там, не бриллианты, не это, но это уже будет абсолютно нормально. Да, то есть, как бы, это уже вы будете спокойно жить, это, если не, там, не квартиру копить, а она уже все есть, когда вот вам на жизнь такое, поэтому, я считаю, что это по-московски, меркам, это вполне нормальный вещь. Так, ну, это мы уже пошли куда-то совсем в ту сторону. Еще вопросы? Все? Ну, все, опять же, просто приглашаю, у кого вопросы останутся, да, кто, кому интересно, каждый день, в 15.30, у нас, у нас на сайте есть просто эта ссылка, заходите в spbxchange.ru, соответственно, можете задавать вопросы, мы каждый день смотрим на рынок, смотрим, что было, что есть, ну, и там можно задавать, на самом деле, любые вопросы. Да. Какой вопрос, как у вас интересен, ну, вот, что, что? Почему роман продвижает? вот тут я отвечу следующий момент, ну, я не являюсь, как бы, я скорее здесь, как голова говорящая, вот, то есть не занимаюсь продвижением, хотя, хотя, где у нас роман? Вот у нас есть, там, у нас, по крайней мере, скажем так, я просто сегодня увидел, да, вот этот интерес к телеграмму, к каналу, хотя сам я подписан там на кучу всего, что только может, у меня там уже телефон ключит постоянно, от всего телеграмма, который там есть, но, поэтому, но я вижу, но я считаю, что совершенно правильно вы задаете вопросы, и я буду долбить уже наших, которые, которые, собственно, этим занимаются, продвижением и телеграммами, что-то у нас, наверное, есть, Аня, есть что-то? Ну, вот видите, у нас Фомак основной, но я думаю, что можно еще пару телеграммов сделать. У вас, ну, на СПБ бирже можно купить акции американские дешевле, чем они в стакане в Америке, или это ни в коем случае невозможно? Ну, смотрите, еще раз по поводу, по поводу технологии, да, которая есть, может быть, она не совсем всем понятно стала, соответственно, та технология, которая, опять же, если бы мы сделали торговлю американскими акциями, только на базе российских клиентов, то это были бы вы, ну, были бы еще клиенты столько же финалов. Вопрос, ну, вопрос ликвидности. Откуда взять ликвидность? Да, на первых парах, на первых парах у нас была подушка ликвидности, которую мы подгоняли, и мы готовы были, понимаете, когда у тебя 50 бумаг, то это можно сделать, у нас маркетмейкеры были, когда это было 50 бумаг, когда у тебя 1200 бумаг, то точно невозможно это сделать. Соответственно, и стал вопрос, собственно, откуда появилась ликвидность, чтобы вы понимали, стал вопрос, как это сделать? Все велосипеды в мире давным-давно изобретены, надо взять, привезти и сделать. Наверное, слышали вы такую технологию ECN, Electronic Communications Networks, откуда выросла биржа БАЦ, ну, потом еще БАЦ уже купили, сейчас, соответственно, то есть, это она вторая по объему, она даже уже перегнала Найс, соответственно, три года назад. Значит, то есть, это что такое? И какая это система? Мы берем, я, организатор, ну, не важно, торговли, как брокер, как кто бы то ни было, у меня есть стакан, допустим, Apple, Apple торгуется на 28 мировых биржах. Я думаю, возвращаясь, знает ли биржа Apple о том, что там торгуется, я думаю, что не всех знает, ну, далеко не всех, и, в общем-то, ей все равно по большому счету, согласитесь. Значит, то дальше следующее, я, еще раз, как брокер, как посредник, да, я беру Apple, стакан на Найсе торгуемый, стакан на Насдоке торгуемый, стакан, который дает Goldman Sachs для своих клиентов на внутреннем диске, стакан Morgan Stanley, который дает для своих клиентов на внутреннем диске, стакан Deutsche Borsche, который торгует Apple, стакан еще чего-то, там, где Apple торгуется, все объединяем в одно и получаем свой один агрегированный стакан. И даю клиентам этот стакан. Они видят полностью, эта система называется Best Execution. Соответственно, они полностью видят весь, всю глубину, как это все работает. Дальше следующее. Если брать американскую систему, дальше, поскольку на разных площадках может стоить по-разному. Опять же, преимущества. У нас еще стоят одинаково. То есть, вы даже, куда идет, так называемый, рутинг, стоимость рутинга. но, вот это все можно включить тогда, когда есть в Америке ликвидность. А когда в Америке ликвидность появляется? В 15 часов 30 минут на премаркете. Поэтому с 10.00 до 15.30 торгуете только вы сами. Стопы слетают, потому что там два коллеги куда-нибудь снесли. Поэтому тоже наша рекомендация, имейте это в виду, не ставьте стопы в 10 утра. Снесут, и ничего не останется. Поэтому, вот, примаркет включается, это называется сон дополнительной ликвидности. Вот он включается в 15.30 и выключается через 2 часа после окончания торгов. То есть это торги заканчиваются в ноль, в час 45 выключается постмаркет уже, уже после этого постмаркета. Некоторые брокеры не дают постмаркет, открытие дает постмаркет. Это я знаю точно, как сам смотрел и сам делал. Вот. Поэтому, вот отсюда дополнительная ликвидность. То есть, и дальше следующее. Если вы выставляете заявку на свой миллиард долларов и хотите купить чего-нибудь там Apple, да, или Google, ну и важно чего. Я продать хочу, и моя заявка лучшая в рынке по всему миру. Нет, ну вот, ну и дальше следующее. Смотрите, что дальше, если она сначала смотрится, если она исполняется на российском рынке, она исполняется на российском. Если она не исполняется на российском, то она от имени клинингового центра через американского брокера уходит на американскую биржу. Там исполняется, как только там исполняется, клининговый центр дает вам этот объем. Но поскольку сведение вот этих заявок технологически, вот оно вот эти, то, что вы поднимали вопросы, видится, ну, криво, скажем так, на сегодняшний день криво, будем честно говорить, то, что вопрос решается, к сожалению, ну да, вот не все сразу, что называется. Да, это тоже надо учитывать, и мы это знаем, мы, естественно, мы хотим, чтобы это было максимально удобно и максимально хорошо, но периодически вы видите те заявки, вы как бы видите заявки российского рынка и заявки американского рынка, и они где-то есть, где-то нет, и получается, что они заскакивают, ну, опять же, когда продажа ниже покупки опускается, да, то есть вот такие ситуации. Да, такие ситуации, к сожалению, на сегодняшний день бывают, но технически, как бы, там работа идет, надо понимать, что у нас супер-супер мастера, те, которые делали самый лучший динамичный рынок Форс, да, и тот же Кьючерс на индекс РТС, вот у нас вся команда осталась, на самом деле, действительно, это очень, поэтому, да, ну, к сожалению, не все сразу, как бы, это надо учитывать, вот эти моменты, просто надо учитывать. Так, да. Какое ваше мнение по поводу вопроса, вот, я знаю, что многие российские инвесторы, предпочитают, например, через иностранных брокеров, и таких, как, например, интерактив РТС, а не через Санкт-Петербургский рынок, почему? Ну, здесь есть резон, ну, во-первых, многие ушли еще до того, как вообще ликвидится, вот, для больших лотов комиссия становится меньше, то есть, где-то, если вы будете торговать где-то порядка от 10 тысяч долларов, то комиссия будет меньше, мы это считали, это известная вещь, соответственно, не намного меньше, но меньше, значит, дальше повод такой может быть, что это надежнее, ну, во-первых, счета, к сожалению, да, к сожалению, счета в Америке, они страхуются, вернее, к сожалению, для инвестора это к счастью, да, значит, а у нас они, к сожалению, у нас они не страхуются, хотя этот вопрос, там, длинный, долго, долго ведется, значит, это тоже вроде как, хотя, опять, банкротт брокеров России, в общем-то, ну, это единицы, их можно перечислять, а? Зато веселые банкротты. Ну, слушайте, ну, их, ну, насколько делится, настолько, что вы имеете, юдрейт, или что вы делаете? Ну, самый Тимбургский, бротерик. Элтро, элтро. Элтро капитал, то есть, люди просто все потеряли и... Ну, ну, вот, честно, это считанные, я, честно говоря, подробности, если энерго капиталом просто не знаю, что там, но, ну, да, их, их, они есть, но это, еще раз, два, три, если сравнить с банками, которые по три в день, да, лишаются лицензии, то это, конечно, ну, вопрос о том, кого выбирать, это тоже надо понять, то есть, энерго капитал, ну, я его тоже знаю, в общем-то, еще с 90-х готов, но, поэтому, вот, наверное, факторы ухода туда, ну, как бы, вот они, наверное, таковы. Минусы, которые есть. Минус главный, что вы потом полностью общаетесь исключительно с российской налоговой, если вы хотите общаться, да, можете вообще не показывать пока, но, если у нас ведут закон еще по брокерским счетам, соответственно, то придется, ну, придется отчитываться по брокерским счетам, по всем доходам, которые есть, и будете, будете, вы должны предоставить специальную справку, 50, в общем, там форма такая. В обычной налоговой они даже про эту форму не знают, они начинают выяснять, просто я эту справку предоставил, я предоставлял, я знаю, что там специальная справка, которая должна быть, которая должен вам дать брокер, более того, надо понимать, что в штатах нет печати, и поэтому, а ваша налоговая будет просить бумажку с печатью, я могу сказать, что наш американский брокер, наш, который мы, ну, когда клининговый центр выходит, то мы его так долго долбили, потому что мы тоже с налоговой, вообще, что они для нас специально выдумали печать, понимаете, ну, эти русские, значит, поэтому вот, ну, 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 вот, ну, я говорю, но вот были, были прецеденты, когда вот, да, вот печать, я знаю просто, что это было, да, с печатями, поэтому вот целый ряд каких-то вещей, которые будут негативны, ну, и плюс налоговый, брокер является налоговым агентом в России, это, это, ну, плюс, наверное, все-таки это плюс, который есть здесь. Сразу деньги забирают, все, а так ты запробуй платить, не платить, закрывают. Ну, еще, поэтому каждый выбирает себя, кто-то ушел туда, кто-то, опять же, кто-то остался здесь, мы, мы по своим счетам видим, по, то, что у нас происходит, что есть целый, целый ряд клиентов, которые, наоборот, возвращаются. То есть, сюда, причем они приходят, опять же, поскольку акции можно переводить как угодно, вы хотите к своему американскому брокеру акцию вывести, пожалуйста, и обратно, так вот, я говорю, а есть поток обратный, приходят люди, переводят акции от своих американских брокеров сюда, говорят, мы хотим работать в российской юрисдикции, но тоже у нас есть, да, кому надо показать, что у них там ничего нет, а здесь все хорошо, то есть, наверное, и поэтому у каждого свои доводы, но, в общем, вот так расклад вот такой. А как вот Санкт-Петербургская биржа может перетащить этих людей? Не, мы, а мы не, вот тут вот я могу сказать, а мы, а зачем, а мы даже не ставим целью перетаскивать этих людей, зачем, зачем перетаскивать, извините, у нас 4 миллиона, все, вот видите, меня тут гонят, 4 миллиона клиентов, они, правда, мертвы, они на счетах Сбербанка, Тинкова их загнали в Сбер и все, но когда они все-таки, когда Сбербанк упадет на 50%, и когда толпы обманутых акционеров, которые ничего не знают, выстроятся на неглины и будут требовать чего-нибудь, вот в этом месте есть Санкт-Петербургская биржа, есть защитные акции, есть хорошие дивиденды, welcome, и вот тогда это вот и будет. Поэтому изначально рынок строился под мелкого розничного инвестора, под неквалифицированного инвестора. И поэтому наш сегмент, вот что тут, там, ну последний вопрос давайте сюда. Только очень коротко, что ставим. Что? Клан В у российской Санкт-Петербургской биржи, если вы думаете, там был суперфанкции, которые доступны его. Вы как-то прямо, прямо, это вообще, на самом деле, не совсем, вы, понимаете, даже не по адресу обращаетесь, в общем-то, тут был генеральный директор. А он тоже нет. Да, вот видите, тоже. Поэтому, знаете, вот опять же, я субъективно со стороны спекулянта. У нас все законы, которые принимаются, в конечном счете, они, конечно, принимаются, но всегда находится план Б для того, чтобы продолжать работать, скажем так. Вот и все. Поэтому здесь, вот надо, поэтому, я к чему, не дергайтесь. Павел, спасибо большое за выступление. Много интересной информации услышали, теперь переходим к следующей части, это как раз к поздравлению от родителя. Сложная борьба у нас как раз развернулась, потому что… Я благодарна вам за ваши горящие глаза, за такой большой, высокий интерес к теме инвестирования. Мы очень рады принимать вас у нас в офисе. Мы очень рады тому, что вы обладаетесь чутьем инвестора. Приглашаем вас пользоваться нашими сервисами. Очень будем рады обратной связи. Тем более, мы уже на практическом индустрии. Поэтому большое спасибо за этот прекрасный вечер. Мы понимаем прекрасно, что вы все готовы продолжить в нормальной обстановке, Видимо, да? Поэтому, может быть, на этой радостной ноте мы… Вот еще буквально, Глебу, спасибо большое за победу. Еще вот несколько призов буквально за активные вопросы. Вот из зала как раз в первом году. Да, скажите пару слов про себя. Не только вопросы, было бы хорошо, чтобы вы предлагали, чего он должен. И вас, разматривайся. Очень большое. Спасибо. Григорий Фанкин меня зовут. Но я просто частный инвестор, собственно. Нечего рассказывать со себя. Помогу за. Спасибо. Ребята, сейчас вы получаете книги. Нормальный фильм, да? А, и еще мы хотим наградить тоже у вас. Это за три месяца, которые вы деньги работаете уже. Хочет что-то, хоть что-то, да? Тоже пару слов про себя. Спасибо большое. Я Игнат Фалисе. Как раз вот тут рассказывал по поводу того, кто сидит на рынке и нигде больше не работает. Это как раз я с шестого года. Вот. И вас вызываю так же. Спасибо. Спасибо. Спасибо.